В Паладаре стартовал третий марафон Улыда-Ла-Жорыхе. 19 команд, почти 100 лошадей, их наездники преодолевают дистанцию в 500 километров. Завершится гонка в Истане. На традиционном соревновании кочевников представлены элитные и легендарные породы скакунов. Найман, Хазанат, Джетусу, Адайского. Адайское, к слову, на развитие и селекцию последней по поручению президента было выделено 500 миллионов тенге. Скачки проводятся при поддержке партии Аманат. По модели Дакар ежедневно замеряется время в рамках международных стандартов. Лошади каждый 50 километров останавливаются, замеряется их физическое состояние, физическое состояние наездников. В случае, если ветеринары и судьи фиксируют, что лошадь изниможена или повреждены ноги, то они снимают и лошади наездника. Этот проект направлен прежде всего на развитие казахстанских пород лошадей, показать их уникальность. На протяжении трех лет мы подтверждаем, что казахские лошади, они до сих пор на сегодняшний день в мире одни из самых выносливых. На время преодоления дистанции дается пять дней. Победителем станет та команда, которая достигнет финиша за минимальное время. Поддерживают традиции степи не только джигиты, но и девушки. Наездницы не уступают мужчинам по умению сидеть в седле и управлять скакунами. То, что я одна в команде, это что-то особенное. Все так ухаживают, прям заботятся. У нас разная порода лошадей, но в основном карабаерская порода. Она очень терпеливая, да, вот в длинных дистанциях. В общем, хорошая порода у нас. Нас трое очень хорошие, прям сегодня и погода очень классная, прохладная. И как лошадям тоже удобная погода. Мы команда, прошлый год чемпионы, вот Чечевская область. У нас молодые трое. Двое в прошлом году прошли, чемпионы тоже. А лошади все в прошлом году чемпионы стали, все пришли на финиш. У нас рекорд есть еще, Чечевский армак.